здравствуйте уважаемые читатели моего телеграм-канала и зрители моего youtube канала сегодняшнюю передачу она будет состоять почти двух частей я посвящу частную военную кампанию почему я обратил на это внимание и насколько это важно нам всем так скажем людям земного шара знать в чем заключается секрет частных военных компаний дело в том что посредством государств сами государства и посредством банков в виде кредитов человечества и государства и его институты финансовые институты должны так называемым компаниям например black rock one yard стоит 305 триллионов долларов в думать из цифры 305 триллионов долларов если человечество находится в зависимости финансовой зависимости в долгу перед этими компаниями мы все понимаем что рано или просто или поздно за долгом приходят и когда мы уже знакомы с банковской системой с так называемыми янычарами банков то есть судебными исполнителями вплоть даже до правоохранительных органов то мы с вами должны понимать что за 305 триллионов долларов вот эти компании они придут взимать свои долги вот в данном случае нет судебных приставов нет уголовных дел и так далее это будет решаться просто через захват территорий контроля над государствами и естественно контроль ее экономик сливых ресурсов сегодняшней передаче мы посвятим другой крупной значит мировой финансовой корпорации которая в принципе устанавливает тотальный контроль над территориями и в том числе бывший в ссср эти компании они являются учредителями друг друга то есть по сути это одно и то же они имеют свои акционерные паи друг у друга например black rock у ван ярда ван ярд у black rock state street и так далее на своем телеграм канале я об этом пишу и даже иногда удается достать информацию и делюсь их процентно-далевое соотношение например вчера я об этом поделился исходя из этой концепции мы понимаем что невидимое нам невозможно определить невозможно найти но в принципе единая структура разными руками разными ногами я не знаю разными так скажем финансовыми инструментами берет под контроль земной шаг и в данном случае нужно рассмотреть как появляются частные военные компании почему они появляются как структурируется и что в конце концов нас как человечество ожидает я хочу перед началом рассказ или беседы об этом сказать однозначно что сила частных военных компаний или ее влияние она будет увеличиваться новый мировой порядок который они планируют модераторы планировщики построить к 2035 году мы с вами увидим все больше частая все больше усиленное и все больше в больших масштабах применения инструментов частных военных компаний для того чтобы продолжить более так скажем конкретную ситуацию мы постараемся немного рассказать об истории частных военных компаний вообще как они создавались об именах и фамилиях и названия частных компаний и естественно постараться определить сейчас как они существуют где они есть ну и так далее в качестве так скажем добавки тому что я сказал я хочу сказать что после временного перемирия войны в украине временного перемирия появится очень много людей с обоих сторон которые имеют боевой опыт в ведении войны они останутся без работы вот частные военные компании фактически будут их условно говоря нанимать ожидается военная компания центральной азии ожидается военная компания она называется большая ближневосточная война завтра у меня будет в азербайджанской средствах массовой информации большая публикация о грядущей ближневосточной войны я ее поделюсь телеграм-канале а теперь господа разрешите продолжить частная военная компания с английского переводится с английского как private military company на нынешнем этапе ничего страшного для нас нет это не является военным преступлением почему потому что она сейчас формируется как коммерческое предприятие предлагающая специализированные услуги связаны с охраной я хочу чтобы вы обратили внимание на специфику или сектора которые это эти компании берут под свой контроль когда мы говорим об охране то есть мы понимаем что люди с деньгами люди люди при власти они должны иметь охрану функции государства в этой сфере она будет потихоньку угасать дальше я буду рассказывать например об услугах частных охранных компаний частных военных компаний на территории востока где они охраняли не только значит посольствовали дипломатов сша но даже организации объединенных наций то есть охранная функция защитная или оборонная кого-либо или чего-либо нередко даже с участием военных конфликтов а также со сбором теперь очень внимательно пожалуйста послушайте то есть функции разведки тоже функции министерства обороны тоже будут уходить никуда а также со сбором разведывательной информации стратегическим планированием зачем нужны будут генеральные штабы логистикой и консультирование во многих государствах мира соответствии с их законодательством и сами частные военные компании признаются наемниками и незаконными организациями но я считаю что это временный период это степ-бай-степ после того как будут брать под контроль государства его финансовый институт и сырье частные военные компании все больше больше будут становиться частью нашей жизни потому что внешнему модератору не нужно ваше министерство обороны ваши спецслужбы и так далее они будут приглашать свои организации для защиты своих интересов они ваших наемниками незаконные организации нарушающие уголовные законодательства конкретно государств и за это могут подвергнуться уголовному наказанию по решению суда эти государства по состоянию на 2019 год в мире работала 3000 человек а совокупным оборотом обратите внимание 400 миллиардов долларов в год мы говорим о 2019 году до начала войны в украине мы должны подумать о каких суммах и каких людях то есть я имею в количественном плане организация будет создана для войны в центральной азии и также для войны на ближнем востоке то есть во время большой ближневосточной войны основными заказчиками их услуг являются только и только государства бюджет одной военной компании может составлять около 20 миллионов долларов практика использования наемных частных силовых организаций военизированных организаций вооруженных конфликтах и войнах привлечение на контракт на основе военных специалистов советников инструкторов для подготовки теперь внимание они будут заменять и наши полицейские функции для подготовки полицейских и вооруженных сил и это кстати имеет многовековые истории например ландских нет и гэссенцы швейцарцы и так далее то есть если мы посмотрим историю средневековья даже вообще крестовых походов мы все это видим что за деньги или за получение прибыли от награбленного люди шли на войну или воевать и участвовали вот в этих гравительских походов то что мы сейчас как бумагные люди называем но мы с вами не видим то что к нам приходит и то что ближайшие пять десять лет станет частью нашего так скажем мера уклада широкое распространение частных военных компаний в современных война тесно связано с их гибридным характером современные войны это войны без формального объявления войны асимметричные конфликты и конфликты низкой интенсивности войны в киберпространстве поэтому оптимально в таких случаях может быть стратегия непрямых действий силовыми агентами которые являются частные военные компании лидер лидер гард в работе стратегии непрямых действий я этой книгой вчера поделился на телеграм-канале желающие могут посмотреть а даже рекомендую достать и прочитать имеет очень важное значение для понимания мира процессов я имею ввиду с точки зрения чвк утверждал что государство может достигнуть своей цели не прибегая к своей основной мощи от действия посредством стратегических непрямых действий задача которых вывести противника из равновесия проявлениями подобной стратегии являются технологии цветных революций когнитивные войны фальшивые новости технологии мягко силы а на земле их притворяют в жизнь чвк то есть то что мы с вами сейчас обсуждаем например украинцы видели зеленые человечки в крыму азербайджанцы это видели в карабахе даже кстати во второй карабахской войне до 500 солдат чвк вагнер участвовала на стороне армянских незаконных вооруженных формирований против азербайджана во время холодной войны частные военные компании были созданы в сша великобритании израиле и южной африканской республики их деятельность проходила под патронажем соответствующих государств в дальнейшем количество частных военных компаний стало увеличиваться первое в современном понимании частная военная компания watchguard international была создана в 1967 году в великобритании ее основателем был полковник британской армии дэвид стирлинг ранее создавший специальное подразделение сас я немножко сейчас вам расскажу о том что 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 такое сас какой и это организация имеет значение для государства великобритании и потом мы будем продолжать watchguard international это британская частная военная компания создана основателем разведывательной службы великобритании сас дэвидом стирлинга компания появилась на свет в 1965 году благодаря благодаря усилиям британского полковника дэвида стирлинга и бывшего командира 22 полка сас джона вудхауса регистрация компании была оформлена в офшорной зоне на острове джерси ла-манш и штаб-квартира ее была в лондоне приоритетным направлением работы компании стало обслуживание интересов стран союзников великобритании а также международных организаций обратите внимание то что мы называем он не знаю какие-то другие гуманитарные организации или подразделения оон они все обращаются к частным военным компаниям военный персонал компании вербовался клиентами на должности инструкторов советников руководителей служб безопасности или гвардейских частей как правило основной фокус интересов компании не покидал стран аравийского полуострова йемена саудовской аравии и омана то есть если мы будем изучать историю этих государств и влияние на них великобритании или стран запада то мы сразу же поймем какими же внутренними или скрытыми инструментами пользовались эти государства и как им удавалось не только держать удержать власть в своих руках и стабильность стране но и организовать достаточно серьезный экспорт своих природных сырьевых ресурсов и конечно договариваться с политиками о распределении финансовых долей среди предлагаемых клиентурии услуг значилась консалтик по военным вопросам обучение личного состава а также боевая материально-техническая поддержка при введении антиповстанческих операций помимо этого помимо этого активно используя кадровые резервы спецслужбы САС компания участвовала устранению внимание диссидентов султанатов персидского залитова где ее специалисты также сопровождали операции против национально-освободительных движений это то о чем я немножко выше сказал но мы должны понимать что они защищают интересы великобритании или запада но конкретно интересы транснациональных корпораций которые встроены государства или являются на начальном этапе были частью государства но мы сейчас видим что они стали над государственными структурами в конце концов ее советники инструкторы стали работать на ближнем востоке в африке латинской америки и восточной азии начале 70-х годов 20 века руководство компаний watchcard разработал операцию подходовым грифом хилтон в рамках которой планировал совершить налет на триполи свергнуть молодого полковника каддафи и восстановить власть короля идриса однако в самый разгар подготовки английской власти решили что участие британских подданных в этой авантюре может испорить это отношение великобритании с арабскими странами и приготовление были свергнуты в 1972 году компания watchcard international была закрыта а ее создатель дэвид стирлинг перенес свои интересы в плоскость политики и телевидение обратите внимание как переключены средства массовой информации политика государства с частными военными компаниями с разведкой и с ее силовыми силовой методикой ведения войны я имею ввиду здесь когда мы говорим о вооружении то мы должны понимать что здесь еще участвует министерство обороны конкретных стран тем не менее организация характере принципе работы стали образцом для подражания у различных компаний которые работают на рынках на рынке обеспечения безопасности и военных услуг например курина security limited chaos enterprises саладин security слово саладин оно будет еще дальше звучать имеет хороший и важный так скажем аспект раскрытия самой сути чвк defensive system среди последователей полковника стирлинга можно также упомянуть united national source control risk group кинемикини и ряд других кстати кинемикини мы тоже это название разные но одни создатели одни деньги одни и те же люди мы теперь немножко приоткроем слово саз это государственная особая воздушная служба великобритании она расшифровывается как special air service сокращенно саз она также расшифровывается как специальная авиадесантная или авиационная служба это специальное подразделение вооруженных сил великобритании являющие образцом для подразделений специального назначения во многих других странах по всему миру она занимается разведкой сил противника участвует контртеррористических операций и прямых вооруженных столкновениях а также в освобождении заложников наравне с особой лодочной службы то есть морской особым разведывателем полком группой поддержки сил специального назначения объединенным авиакрылом спецназа и 18 полком связи спецназа саз формирует войска специального назначения великобритании под командование начальника и управления спецназа великобритании почему я это все перечисляю мы должны понимать что все что в этих частных военных компаниях сконцентрировано это все то что называется народное государственное как через наши налоги мы оплачиваем их труд и в конце концов эти люди спокойно могут уходя или их уводя в на пенсию создавать частные военные компании любая частная военная компания она создается никак коммерческое предприятие хотя по юридической регистрации коммерческое предприятие на самом деле они тесно встроены в государство и самое главное в ее специфические направления это министерство обороны это разведка это специальные службы это в принципе даже то что мы можем назвать в юридическом поле политический криминал когда нужно будет просто подавлять протесты национально освободительные движения или даже убийство политических оппонентов в тех странах которые представляют интерес для конкретной страны или группу стран сейчас я повторюсь это отходит на второй план потому что появляются black rocky one yard стоит стрит то есть эти глобальные корпорации которые становятся выше и больше чем государство хотя сейчас они пользуются поддержкой государства они тоже встроены в государство на определенном этапе переходном этапе выстраивания нового глобального порядка до 2035 года они будут идти рука об руку и пользоваться также государственными дипломатическими и политическими ресурсами тех государств которые на территории которых они фактически или зарождались или существуют или где в этих странах сконцентрированы главные офисы компании black rock и one yard стоит стрит и так далее компания сас уходит в 1941 год когда были образованы воздушно-десантные подразделения в британской армии а в 1947 году сас была преобразована и стала частью территориальной армии великобритании получив название 21 полк то есть искусственных стрелков особой воздушной службы special air service recruitment формально в корпус сас был преобразован 31 мая 1950 года 21 23 резервный полки саполки сас входящих состав первой бригады в военной разведке а также являющийся частью особой воздушной службы и в настоящее время было однако непосредственно войсками специального назначения в великобритании командует только люди которые встроены в государство выполняет специфически или в кавычках деликатные задания и операции в интересах государства и ее значит главной или составной частью в интересах финансово-промышленных корпораций сас получил мировую известность после того как сумел взять штурмом иранское посольство в лондоне в 1980 году и спасти заложников его сводный отряд служащих инструмент действует в интересах внешней разведки ма сикс это том как они работают то есть принципе терроризм и внешняя разведка то есть мы когда говорим что такое человек а это государство в государстве это не просто наемники с автоматом это государство в государстве по уровню важности особая воздушная служба находится выше корпуса армейской авиации авиации но ниже пехота британской армии поэтому на официальных церемониях и парадах британские десантки выходят после пехотинцев британской армии в 1950 году для участия в корейской войне был сформирован 21 эскадрон сас через три месяца тренировок в англии было объявлено что эскадрон направляется не в корею а в малайю после прибытия в малайю командиром был назначен майк калверт который занимался формированием малайских разведчиков сас калверт уже сформировал эскадрон из 100 добровольцев для борьбы на дальнем востоке который получил на именно наименование а а 21 эскадрон сас стал эскадроном б после визита калверта в родезию я хочу чтобы вы обратили на географию на то что было заложено и что нас ожидает где у нас будут реперные точки военных столкновений или секретных операций в родезию и был собран эскадрон си основа особой воздушной службы родезии из тысячи добровольцев родезийца служили три года в малайе после чего их сменил новозеландский эскадрон к тому моменту в армии уже поняли необходимость наличия по постоянного подразделения типа сас и в 1952 году список воинских частей был формально включен 22 полк сас базой которого в 1960 году стал херрефорд 1959 году был образован 23 полк сас после переименования резервного разведывательного отряда правоприемника эмай 9 чибали чьи бойцы были подготовлены настолько что могли сбежать из любого плена и любой тюрьмы с момента начала своей службы в малайи бойцы 22 полка сас участвовали в секретных разведывательных операциях и крупных диверсиях в тылу проведения противника они отличили сборная в мани война автофаре и битва премьер бате йемене северной ирландии засадов лав коле и гамбии а команда специального специальных проекта 22 полка поддерживала отряд с джи девять во время событий мага тише в 1977 году gsg простите 9 сас также участвовала в штурме посольства ирана в лондоне командовал штурмом штаб-сержант джон а меккалис почему я это все рассказываю что такое сас это государственная структура разведки ведения войны как она зародилась на наши с вами деньги на деньги налогоплательщиков когда прошел этап структурирование организации вот этих силовых организаций для государства и защиты интересов государства вне пределов страны то мы с вами должны понимать что прошел большой этап формирование структуирование на более современном этапе частных военных организаций костяк или основа или методика она была заложена государством в государственных структурах сейчас когда государство захват вы частные военные значит частные финансовые мировые как корпорации то они просто этот опыт переводят систему коммерческого предприятия его делают более маленьким более прозрачно в плане оплаты денег и абсолютно отсутствует мораль потому что нет присяги нет определенных угрызений совести почему люди пошли на смерть и погибли это контракт это работа сас проявил себя и фанклинской войне эскадром б готовился к участию в операции микаду но после отмены операции эскадром д и джи были направлены для подготовки крейду на пэбл адмирал джон вудвард отмечал скрупулезный подход сас каждому боевому заданию например крейду на остров пэбл особенностью сас является то что их имидж не имеет ничего общего с действительностью на публике они воспринимаются как команда сорви голова состоящий из парней которые выглядят и ведут себя как агент 007 и бэдман вместе взятые информация о них полная слухов и скрытых угроз порожденных их внезапными быстрыми решительными действиями атака иранского посольства в лондоне усмирение ирландской республиканской армии в белфасте кажущая простой ликвидация террористов в гибралтаре и это правда что они являются самым надежным и эффективным отрядом вооруженных сил британии но они не достигают результата действия по идиотски рискованно и безрассудно как нам это с вами пытаются показать каждый их успех это результат тщательного планирования почти фанатичного внимания ко всем деталям и практически полного исключения всех неожиданностей когда работает сас они знают проблемы и все детали этих проблем сас были непосредственными участниками британской интервенции в ливию во время гражданской войны а почему эти вещи вам рассказываю почему я останавливаюсь на британской службы вообще сейчас не военные компании мира основа их или методологии она как раз из сасов именно англичане и считаются отцами так скажем современных частных военных компаний и я всегда повторял и повторюсь то есть даже частная военная компания в вагнер она тоже построена по принципу с определенными значит методологии военного искусства российской федерации и определенной методологии введения разведывательной деятельности но как структура как основу как база человек а вагнер это то же самое что английская сас чтобы мы с вами должны понимать и поэтому я считаю что в россии не было ни мятежа ни бунта это была спецоперация я убежден частных военных компаний вагнер или условно частной военной компании великобритании по заявлению daily telegraph со ссылкой на ливийские сми кстати чвк вагнер действовал в интересах и для защиты президента россии владимира путина а не против это обманчивое мнение у всех это миф и значит мираж который специально создают ведь главным условием частной военной компании вагнера кто был главным врагом или мишенью господин шойгу а он является орденоносцем мальтийского ордена который принадлежит ватикама если вспомнить снова повторюсь история отношений протестантов и католиков англиканской церкви и церкви святого престола с вами понимаем о том что какая закулисная война или борьба идет между этими двумя структурами по крайней мере пока на европейском континенте но они соперничают и вражду по всему миру на востоке центральной азии в азии везде есть их след везде есть их конкуренция или даже иногда между собранная война и вражда за гартин сообщала что обязанности сас ограничились только указаниями целей пилотами пилотом связью с оперативным командованием на то и консультированием ливийских постанцев по вопросам тактики в конце августа 2014 года в северный ирак прибыли бойцы особой воздушной службы которая согласно словам бывшего деятеля ма 5 ричарда бардита планировалось потом перевести в сирию для борьбы против ячейки идил под названием битлз в октябре 2014 года сас начала атаковать линии снабжения игил на западе ирака сбрасывая с вертолета легкие транспортные средства несущие на борту снайперские расчеты по мнению прессы среднем каждый день британцы убивали до восьми боевиков и гил известные командиры сас 1990 двухтысячные годы последние годы офицеры сас стали занимать высшие командные посты теперь обратите внимание представители частных военных компаний тогда это государственные то есть силовики или люди которые ведут практически войны на территории значит интересов представлять территорию государств интересы которые необходимы или важны для великобритании они стали потихоньку интегрироваться в государство и стали занимать высшие командные посты британской армии например командующим британскими силами в войне в персидском заливе 1990 году был генерал питер де лабильер 1994 году миротворцами в босни командовал генерал майкл роуз все они из сас в 1997 году начальником штаба обороны вооруженных сил великобритании стал лорд чарльз гатри барон крейтинбанк 2002-2003 года генерал-лейтенант седрик дельвес был командующим сухопутных войск и заместителем начальника штаба северных союзных сил нато многие страны члены содружества я имею содружества с великобританией на пост нации последовали примеру великобритании создали свои похожие подразделения 1947 49 года существовала рота канадской особой воздушной службы в 1954 года появился эскадрон новозеландской особой воздушной службы они служили с британцами малая в июле 1957 года была образована первая рота особой воздушной службы австралии которая в августе 1964 года была расширена до размеров полка после возвращения из малаи радезийский эскадрон с стал в 1961 году основой для образования радезийской особой воздушной службы примеру великобритании последовали некоторые страны не входящие содружества нации после второй мировой войны в бельгии была образована группа сил специального назначения нашивка который не отличается от британской нашивки времен второй мировой войны предшественником этой группы был пятый полк особой воздушной службы во франции подобным подразделением стал первый полк парашютистов морской пехоты собраны из третьего и четвертого полков особой воздушной службы великобритании и взявший на вооружение девиз британцев в сша был сформирован отряд дельта обратите внимание как расходится опыт великобритании по миру и как она передает вот эту структурированные сперва при государстве частых так скажем сил специального назначения сша был сформирован отряд дельта образованы по предложению американского полковника чарльза беквита служивших 22 полку сас и вступивших за образование точно такого же подразделения вооруженных сил сша аналогичным образом появились воздушные десантные части в армиях израиля сайрект маткаль ирландии армейское крыло рейнджеров и филиппин сил особого назначения при филиппинской национальной полиции объем открытой информации асс сильно ограничен поскольку правительство виде великобритании не обязана комментировать деятельность сил специального назначения в силу ее особого характера в состав особой воздушной службы ходят регулярный 22 полк сас и резервный 21 искусственных стрелков и 23 полки сас 21 23 полки сас используются преимущественно как силы поддержки отвечающие за повышение влияния вооруженных сил великобритании 22 же полк сас является главной силой он участок наступательно штурмовых контрреволюционных контртеррористических и некоторых охранных операций в число задач полков также входит подготовка бойцов спецназа из других стран и обучение приема партизанской войны и тактики действий в неопределенных условиях условиях номинальный штаб-квартира сас находится британском городе херрифорд стирлинг лайнс я зачем вам это все рассказываю вот это и есть история создания структурирования и даже в том числе юридического оформления разработки направления деятельности доведению до качественного уровня частной военной компании начиналась именно с великобритании с ее организации под названием сас увеличение численности контрактников было отмечено уже в середине 1970-х годов одним из первых крупных контрактников нашей истории был за контракт от нашей истории был заключен 1974 году когда частная военная компания в иннелл корпорейшн об этой корпорации нет ни одной информации публичным пространством принадлежащий американскому военному промышленному концерту нортон грунман заключила с правительством сша контракт более чем на полмиллиарда долларов 74 год полмиллиарда долларов то есть сила или ценность доллара тогда была намного намного выше чем сейчас я не знаю насколько это правильно но я думаю что сейчас это приблизительно 4 миллиарда долларов если считать 1 к 8 ее сотрудники должны были заняться подготовкой национальной гвардии а теперь внимание саудовской аравии а это год 74 это нефтяной кризис это увеличение поставок нефти и саудовская аравия становится стратегическим союзником сша для охраны саудовской аравии для охраны и нефтяных месторождений и так далее нужно было создать секретную организацию военизированы типа как частная военная компания и для этого наняли вот эту компанию значит вы на корпорации для того чтобы она готовила национальную гвардию саудовской аравии и занималась защитой нефтяных месторождений в этой стране нортон грунман корпорации я немножко об этой корпорации расскажу это американская военно-промышленная компания работающая в области электроники информационных технологий и авиакосфической отрасли она образована в 1994 году в результате слияния компаний нортон корпорейшн и грунман корпорейшн в числе крупнейших компаний сша по размеру выручки в 2022 году список фортуна 500 нортон грунман занимал 101 место в числе крупнейших публичных компаний мира форбес глобал 2000 и за 20 за 2022 год нортон грунман занимал 236 место по объему продаж продукции военного назначения на который приходится 88 процентов выручки то есть нортон грунман он фактически грунман занимается фактически обслуживает пентагон и вся его прибыль и все ее так скажем заработки 88 процентов это контракт у пентагона компания 2021 году занимала четвертое место в мире предшественниками корпорации являются две ее авиастроительные компании грунман аэркрафт инжиниринг корпорейшн была основана в 1929 году через 10 лет появилась но появился нортон аэркрафт компани после окончания холодной войны было был существенно сокращен оборонный бюджет сша и как следствие началась консолидация компании военно-промышленного комплекса страны в 1994 году нортон приобрела грунман 94 год посмотрите сумму контракта 2 целых 17 миллиардов долларов если сейчас это умножить на значит на приблизительно 8 я имею ввиду инфляцию считаю то это получается за 16 миллиардов долларов по нынешним ценам и была образована компания нортон грунман корпорейшн корпорация начала расширять подразделение оборонной электроники были ком были куплены компании логикон и активы в этой области нескольких других компаний например наверное те кто занимается бизнесом знаю что такое компания вестингхаус в 2000 году была продана авиастроительная компания ворфт аэркрафт и куплена литтер индастриес а это производитель военной электроники и кораблей обошелся в 5,59 миллиардов долларов то есть если мы возьмем 20 2000 год то приблизительно мы можем считать 1 к 4 с половиной 1 к 5 то есть если доплатили 5 то это 25 миллиардов долларов по нынешним ценам в следующем году за 2,6 миллиарда долларов была куплена компания ньюпорт ньюс щепилбилдинг занимающий производством авианосцев обратите внимание авианосцев и подводных лодок за покупками следовало сделала нортон грунман эта покупка сделала нортон грунман крупнейшим в мире производителем военных судов к 2002 году выручка корпорации достигла 18 миллиардов долларов то есть если сейчас умножить на нынешнюю цену ну можно считать что это приблизительно возьмем 5 это 90 миллиардов долларов по сравнению с 9 миллиардами девяносто четвертом году то есть 72 миллиарда девяносто четвертого года то есть я имею ввиду нынешние цены 72 миллиарда в 2002 году была куплена trw incorporated 2011 году судостроительное подразделение было выделено в самостоятельную компанию huntington ingles industries эти имена эти названия компаний для тех людей которые занимаются военно-промышленным комплексом электроникой судостроением авиастроением секретными производством секретных видов вооружений для сил специального назначения для армии мира они имеют ключевое или стратегическое название это не просто компании это компании которые фактически принадлежат людям в государстве ну например значит компания black road министр обороны экс-министр обороны сша он всего лишь там был акционером и он получил паи за то что военные контракты давались этой компании то есть даже министр обороны эти эти государства ну например сша они всего лишь акционеры или иногда в лучшем случае менеджер а кому же принадлежат эти компании кто контролирует государства поэтому я называю эти эти компании военно-промышленные компании это государство в государстве и ее производная сейчас частные военные компании ну например в 2018 году была куплена компания орбитал айтики инкорпорейтед производитель спутников и ракетоносителей нортон грумон был основным подрядчиком при при производстве телескопа джеймс 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 мая 2019 года нортон грумон инновейшинс инновейшин системс вошла в список компаний отобранных нас для разработки производства прототипов космических аппаратов для высадки на луну в рамках новой американской лунной программы Артемида. Мы говорим о 2019 году. Мы должны понимать, что если какая-то компания связана с космическими программами, это в принципе, это даже больше, чем государство, это даже больше, чем значит Пентагон или НАСА и так далее. То есть в принципе каждый из нас должен понимать, это большие деньги, это секретная информация и это выполнение какого-то секретного плана, доступ которому даже может быть закрыт для президента, предположим, США. В 2021 году подразделение информационных технологий было передано Veritas Capital. Акции Нортон Группа, а это самое главное, я сейчас как раз подвожу вас к тому, чтобы мы с вами понимали, при чем тут, например, мировые наднациональные финансовые корпорации. Акции Нортон Группа, корпорейшн, котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Около 80% акций принадлежит институциональным инвесторам. Крупнейшим из них по состоянию на декабрь 2022 года были 1. Capital Group Company почти 10%. Известная вам транснациональная корпорация State Street Corporation 9,3% One Guard Group 7,9% Black Rock 5,9% Wellington Management Group 4,4% Fidelity Investment 4,3% Massachusetts Financial Service 3,4% Это все финансовые наднациональные надгосударственные корпорации. Они контролируют Нортон Группа, который занимается космическими программами и в том числе ракетоноситель на Луну. Мы должны понимать, что такое наднациональные финансовые корпорации. Сегодня мы говорим о One Guard Group. Кейти Уорден родился в 1971 году. Председатель Совета Директоров, президент и главный исполнитель и исполнительный директор с 2019 года, а в корпорации с 2008 года. На правительство США в 2021 году приходилось 85% выручки корпорации. Это о чем говорит? Это говорит о том, что практически компания BlackRock, One Guard и так далее, они контролируют правительство США, а точнее совместность Федеральной резервной системы. Выделяя финансирование, они выделяют вот эту любимую долю выручек в качестве заказов на свои же компании. То есть просто то, что собирается налогами в карман государства, они эти деньги перекладывают в карманы своих корпораций, выполняют свои секретные задачи, параллельно с этим обстошая карманы налогоплательщиков, ставя нас в зависимость от банков, то есть мы фактически должны банков, параллельно ставя в зависимость, то есть создавая ситуацию, когда Америка должна, у нее появляется большой долговой, так скажем, багаж, фактически эти транснациональные корпорации грабят и государство, и население. Это просто механизм, я вам объясняю. Основные производственные мощности находятся в США. также имеются предприятия в Австралии, Великобритании, Германии, Италии и Франции. Теперь о подразделениях на 2021 год. Аэронавтика, Аэронавтику систем, производство систем управления для различных военных летательных аппаратов. Я почему об этом говорю, здесь будет секрет и вас приятно удивить. пилотируемых и беспилотных, то есть все те беспилотники в США, которые производятся, они кому принадлежат? Они принадлежат этой компании. Эта компания, кто контролирует BlackRock, OneYard и так далее, и так далее. То есть мы должны понимать, как выстраиваться пирамида. Выручка составила на 2021 год 11,3 миллиарда долларов. То есть они и это производят и продают Министерство обороны США и на этом зарабатывают. Оборонные системы Defense Systems производство различных типов ракет, противоракетных систем, а также подготовка военнослужащих и обслуживание военной техники. Выручка 5,8 миллиарда долларов. Дальше разведывательные системы Mission Systems аппаратные программы средства сбора информации, системы связи, навигации, наблюдения, компьютерная техника, радары, система оповещения. Выручка на 2021 год составила 10,01 миллиарда долларов. И последнее. Космические системы Space Systems. Производство спутников, ракетоносителей, систем ПВО, баллистических ракет. Выручка на 2021 год составила 10,6 миллиарда долларов. Теперь давайте посмотрим, что принадлежит BlackRock, OneYard, State System и так далее. Нортон А-17, Нортон B-49, Нортон XP-56, Нортон B-2 Spirit. Мы говорим о самолетах. И, конечно, беспилотный летатель аппарат Global Hawk RD-4. Это все принадлежит частным военным компаниям. И о медлепроизводстве, и технологии, и все, все, все. То есть мы должны понимать, что они стали частью нашего государства, они стали частью нашего Министерства обороны, наших секретных служб путем поставок вооружений, технологий, разведывательной информации и так далее. После начала войны в Анголе центры по вербовке наемников для участия в войне были открыты в нескольких странах мерах. На международном уровне получила широкую известность создана в Великобритании частная фирма Security Advisory Service, которая осуществляла вербовку наемников из числа граждан стран Западной Европы, обеспечение их снаряжением и отправку для участия в войне. Консультативные услуги безопасности Security Advisory Service – это британская частная военная компания, основана также бывшим военнослужащим Джоном Бэнксом и контрабандистом Лесли Эспином. Они открыли эту компанию для вербовки наемников для боевых действий за рубежом. В 1976 году компания массово нанимала солдат для участия в гражданской войне в Анголе. То есть, те, кто помнит 70-е годы гражданской войны в Анголе, все должны понимать, как вообще создают войны. И мы с вами эту рецептуру или эти приемы увидели, например, в Ираке, в Иране, в Йемене. Возможно, они его перекинут еще на европейский континент. Вот эту отработанную методику провоцирования гражданства войны и участия в ней. Что явилось крупнейшей вербовкой Великобритании со времен гражданской войны в Нигерии в конце 60-х годов. Это я снова повторюсь, свожу к тому, что после замораживания конфликта в Украине они получат большой наплыв контрактников, имеющих боевой опыт ведения войны. Вот эти частные военные компании. В дальнейшем, после 60-х, 70-х годов, они показали свою эффективность и, по крайней мере, не было разбирательства с государством и не было проблем с матерями или семьями, чьи дети погибли на войне. Это была частная военная компания, это была коммерческая сделка, жизнь в обмен на деньги. Поэтому люди рисковали и, так как это был договор а не присяга на основе коммерческих интересов, то здесь это рассматривалось в рамках выполнения так скажем нанимателя своих коммерческих обязательств. По данным Государственного департамента США в начале 78-го года за границей, мы говорим 78-й год, над реализацией военных программ работали около 11 тысяч 300 американских граждан в три раза больше, чем в 1975 году. Британское правительство поощряло развитие отрасли с многомиллиардным оборотом, которое, к тому же, контролировало себя сама. Расширение деятельности частной военной компании сопровождалось растущими нарушениями прав человека, развитием торговли оружием и людьми, а также участием в этих структур в политической дестабилизации, которым правительство ее величество формально не имело отношения. Рассвет британской индустрии ЧВК совпал с оккупацией Ирака. Генеральный директор британской ассоциации частных военных компаний Энди Берар признавал, в Ираке в 2003 году, 2004 годах деньги были бесплатными. Это означало, что контракты заключались на огромные суммы денег, на миллионы долларов. И миллионы долларов закачивались в эту отрасль. Британские фирмы AirGIS Defense Service Air Norgro мы недочерняя компания. У меня на YouTube канале есть отдельное видео про J4 Security. Вот Air Air Group сейчас является дочерней компанией этой J4 Security. Control Risks и Olivier Group они получили сотни миллионов фунтов стерлингов только за присутствие своих бойцов на территории Ирака. А затем они переняли на себя субподряд обеспечение безопасности, за которое ранее отвечали американские вооруженные силы. С начала 2000-х годов отмечен рост заинтересованности к услугам частных военных компаний со стороны крупных международных корпораций, бизнес которых связан с присутствием в точках нестабильности. Отмечены случаи использования частных военных компаний международными организациями, например, DIN Corporation стала подрядчиком организации объединенных наций. Я хочу, чтобы наши люди, наши граждане простые, слушая это, читают и понимали, что все, что нам 24 часа вдалбливает, что самая гуманная организация ООН, которая помогает человечеству, на самом деле пользуется услугам частной военной компании. В 1980-м году в США открыто прошел первый в современной истории съезд наемников, организатором которого выступил американский журнал «Солдат удачи». На следующий год в городе Феникс, штат Аризона, США, состоялся второй съезд, в котором приняло участие до 800 человек. В 2008-м году по инициативе США представители ряда стран подписали документ с более чем 70 рекомендациями по регулированию деятельности ЧВК в зонах вооруженных конфликтов за пределами страны происхождения. В нем декларируется обязательство ЧВК соблюдать базовые права и свободы человека, расследовать совершенные их сотрудниками нарушения. В 2010-м году США инициировало принятие Международного кодекса поведения частных охранных компаний. Я почему потихоньку об этом рассказываю? мы должны с вами понимать что они готовят определенную законодательную базу для того чтобы мы люди человечества читая это слушая это поверили что они будут действовать в рамках каких-то правил и значит так скажем обязательств на самом деле эти обязательства и правила разрабатываются не для людей они разрабатываются для заказчиков чтобы эти компании понимали в каких рамках они будут действовать то есть чтобы они не повернули свое оружие за коммерческие интересы против своего работодателя и там закладывается статья что в случае определенных мероприятий конфликта ситуации между работодателем и частной военной компанией в любом случае будет виновата частная военная компания и она по условиям договора и так далее так как нарушила она будет просто уничтожена или руками государства арестован потому что она нарушает соглашение по контракту между работодателем это рассматривается не в рамках прав человека а в рамках чисто коммерческих бизнес интересов кодекс подписали около 600 частных военных компаний из 70 государств в том числе 62 из США и 199 из Великобритании по состоянию на начало 2006 года объем рынка услуг частных военных компаний составил 20 миллиардов долларов США по данным журнала The Economist в 2012 году за первое десятилетие 21 века рынок ЧВК из небольшой специализированной ниши превратится в глобальный сектор услуг объемом свыше 100 миллиардов долларов США то есть это не только мое мнение это еще мнение журнала Экономист о том что в первой половине то есть до формирования нового мирового порядка до формирования проекта новый ковчег то есть 2050 года вот этот период будет проходить период переформатирования государств территорий захват новых стран взять под контроль сырьевые ресурсы их логистики здесь будут активно использоваться частные военные компании поэтому он станет глобальным сектором с большим оборотом денег основным заказчиком ЧВК являются правительства стран Запада только в Ираке и Афганистане в 2012 году работало более 20 тысяч наемников или представителей ЧВК британская частная военная компания KMC Limited который основал в 1977 году отставной майор британских воздушных десантов войск Дэвид Уокер в 1980 году принимал участие в поддержке никарагуанских контраст оно было установлено в ходе расследования по делу Иран Контраст за поиск и подбор пилотов для самолетов осуществляющих снабжение Контраст на территории Никарагуа компания получила а теперь внимание от ЦРУ США 110 тысяч долларов это 80-е годы это если сейчас перевести на наши то приблизительно 1 миллион долларов в 1987 году деятельность компании была прекращена после того как было установлено что компания направила по меньшей мере трех инструкторов в Пакистан для военной подготовки афганских антиправедственных формирований теперь то что я говорил о службе Кинни-мини или Кинни-мини сервис по английски ТИНС одна из первых британских частных военных компаний основанная бывшими военнослужащими Королевских вооруженных сил спецслужб она занималась различными видами охранной деятельности принимала участие в различных военных конфликтах второй половины двадцатого века просуществовала она до начала 1990-х годов известно что вплоть до 1987 года компания Ки-Эмси координировала свою работу по подготовке кадров с Центральным Разведывательным Управлением США учреждение компании Ки-Эмси состоялось в 1975 году ее основателем стал экс-директор а теперь внимание снова экс-директор САС бригадир Майк Уингейн Грей полковник Джим Джонсон майор Дэвид Уокер и майор разведывательной группы САС Эндрю Найтингейл помимо них в состав первых лиц Ки-Эмси вошел представитель известной страховой корпорации внимание Блэк Волл Грин Джон Саузерн регистрация нового юридического лица была проведена в окшорной зоне на острове еще одна британская компания Уокер Интернешнл Вначале некоторое время для скрытия спонсоров Ки-Эмси использовала название Экзитив Интернешнл Происхождение названия компании Ки-Ни-Мини не имеет однозначного ответа По одной из версий название компании произошло из арабского жаргона и она обозначает подполье По второй версии оно переводится с языка Суахили как змея в траве и возникло во время восстания Мау-Мау а по третьей версии оно позаимствовано из сленга спецподразделений САС и означает скрытые операции Коверт Оперейшнс В начале своей деятельности компания Ки-Ни-Мини активно вербовала свои ряды ветеранов боевых действий Северной Ирландии Умань Я хочу чтобы вы обратили на это внимание как раз после примирения или временного мира между Россией и Украиной эти компании кстати они уже присутствуют в Украине они будут заниматься активной вербовкой солдат значит которые имеют боевой опыт в целом считается что методом характерным для всех британских ЧВК стал прием на работу внимание кадровых офицеров временно уволенных из спецслужб для проведения особо резонансных операций или мероприятий в случае успешного завершения заданий их немедленно принимали назад подразделения головной офис компании Ки-Ни-Мини располагался вместе с офисом ее дочерного предприятия то что я выше говорил Саладин Секюрити в Лондоне недалеко от штаб-квартиры 22-го полка САС то есть это одна и та же контора была одна была государственная а другая частная и каждый из них выполнял задачи поставлены глубинным государством или Дип-стейт и Великобритании в рамках интересов своей страны то что можно было сделать через закон или закон они действовали по линии САС потому что там есть парламентский контроль там есть общественный контроль там немножко свобода СМИ а то что нельзя было сделать или могло вызвать вопрос или политический кризис то это действовало конечно через частную компанию Тинни-Мини или Саладин Секюрити Саладин Секюрити тоже британская частная военная компания организована бывшим высокопоставленным военнослужащим Королевских вооруженных сил и спецслужб как дочернее предприятие скандально известной компании Тинни-Мини спектр услуги компании Саладин Секюрити входит кризис менеджмент консалтинг а также предоставление телохранителей и специалистов по безопасности головной офис тоже располагается в Лондоне вместе с офисом компании Кинни-Мини и опять недалеко от штаб-квартиры САС считается что образцом или образцом для создания компании Саладин Секюрити послужила знаменитая британская частная военная компания Watchquart International в момент учреждения Саладин Секюрити предполагалось что она будет специализироваться на внутрибританском охранном рынке Саладин Секюрити первая начала поставлять телохранителей для британских дипломатов затем в число ее клиентов вошли представители королевской семьи Саудовской Аравии Саладин Секюрити поддерживала тесные связи с консервативной партией Великобритании например в 1993 году в совет директоров компании вошел в совет директоров компании вошел ее член бывший представитель парламента при Министерстве обороны сэр Арчи Хамильдон наверное понимаете представитель парламента при Министерстве обороны в том что нет четкой границы между государственными силовыми структурами частными военными компаниями то есть де-факто они обслуживают одни и те же интересы заказчики одни и условно говоря контрактора одни в 80-х годах 20-го века инструкторы Саладин Секюрити вместе с военными специалистами из компании Кини Мини занимались подготовкой афганских моджахедов в Пакистане эти контракты выполнялись по заказу британской службы MI6 и Центрального разведывательного управления США кроме этого обе эти компании занимались подготовкой бойцов исламских группировок в Умане и Саудовской Аравии в начале 90-х компания Кини Мини был вынужден прекратить свое существование из-за постоянных скандалов в прессе однако возникла новая частная военная компания Саладин Интернешнл которая значительно расширила охват своей работы например во время войны в Афганистане компания Саладин Секюрити вместе с компаниями Эрмор Групп и Пейдж Протектив Сервис об этих компаниях вообще нет никакой информации занималась обеспечением охраны норвежского посольства в Кабуле вы обратите внимание норвежского посольства государственной структуры дипломатов их защищала частная военная компания в круги их обязанности входило обеспечение внутреннего периметра и безопасность персонала внешний периметр охранялся силам афганской национальной полиции то есть до Талибана я имею ввиду этот период до Талибана заказчиком выступило в Министерстве иностранных дел Норвегии причиной его обращения к частным охранным фирмам стало недоверие к афганским правоохранительным органам которые после ряда безуспешных реформ тогда воспринимали скорее всего как фактор опасности а не инструмент для ее устроения компанию Кини Мини не следует путать с другой частной военной организацией которая тоже использовала в качестве своего назначения аббревиатуру КИМС это предприятие было создано английским военнослужащим задолго до Кини Мини в 60-х годах 20-го века для формального прикрытия британских операций на территории Йемен в создании этой ширмы принимал участие все тот же бригадир Майк Уингей Грей представитель британской спецслужбы MI6 Фрэнк Стил он был специалистом по Ближнему Востоку полковник Дэвид Динке Сазерленд как представитель контрразведывательной службы MI5 и майор Сесс Дайер Мивэл помещение для офиса было предоставлено полковником Дэвидом Стирлингом из фондов его телевизионной компании Television International Enterprises коммерческая деятельность компании Кини Мини началась с охраны британских дипломатов Буэнос-Айреса В 1976 году султан Оман нанял инструктора КМС для обучения своих специальных сил а министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии британский посол в Ливане завербовали себе телохранителей из отряда КМС В 1979 году компания КМС получила контракт британского МИДа на охрану дипломатов в Уганде Эль-Сальвадоре и Родезии В начале 1990-х годов компания КМС прекратила свою деятельность из-за многочисленных скандалов и постоянной критики международной прессе То есть было деятельности этой организации которая действительно не совпадала как с правами человека так и с нарушением международных законов контрабанда оружия контрабанда наркотиков торговля людьми ну и просто по пьяни перестрелки где погибали гражданские лица В период после 2001 года личный состав частных военных компаний принимает активное участие в войне в Афганистане По состоянию на начале декабря 2009 года в Афганистане действовало 104 тысячи сотрудников частных военных и охранных компаний В дальнейшем по состоянию правительства Афганистана их количество было уменьшено По состоянию на середине 2012 года в Афганистане действовало тогда до 40 тысяч тысяч членов сотрудников иностранных частных военных компаний Я эти цифры эти даты зачем говорю Афганистан зачем упоминаю когда государство само не в состоянии управлять своей территорией или контролировать или в государстве появляется слишком гуляет много незаконного оружия и люди возвращающиеся с фронтов будут для выживания захватывать какие-то значит экономические ресурсы под себя гостиницы не знаю заправки автосервис и так далее то мы должны понимать кто должен наводить порядок это искусственно создается когда государство становится неэффективным и тогда на эту территорию государства заводится большое количество значит наемников из частных военных компаний фактически государство становится номинальным оно ничего не решает вот так уничтожает государство технология отработанная весной 2003 года в Нигерии сотрудники британской военной компании Northridge Service Group выполнили операцию по освобождению нефтяников из США и Великобритании захваченных заложенники на нефтяной платформе компании TransOcean В период после 2003 года личный состав частных военных компаний принимает активное участие в войне в Ираке В 2003 году численность контрактников США составляет 10% от общей численности военнослужащих США По состоянию начала на декабрь 2006 год только выполнением правительственных контрактов в Ираке 2006 год Ирак занималось 100 тысяч сотрудников без учета субподрядчиков В общей сложности в период с 2003 по 2010 год в Ираке действовало 200 тысяч сотрудников 400 частных охранных и военных компаний В 2011 году по меньшей мере несколько сотен сотрудников ЧВК Западной Европы принимало участие в войне Ливии в мае 2012 года в Бенгазе был убит глава французской частной военной компании Секопекс Чем в основном сейчас как коммерческое предприятие Какие услуги предлагают частные военные компании Они предлагают набор личного состава для контингента международных полицейских миссий США и управления ими например Дин Корпорейш Охрана объектов в том числе имеющих важное стратегическое значение это опять Дин Корпорейш она обеспечивала охрану стратегически важного нефтяного резерва США Охрана нефтяных месторождений трубопроводов Ирака Blackwater Security Корпорейш Охрана энергетической системы Ирака Охрана посольства США и охрана президента Афганистана тогда президента Афганистана Triple Canopy Сопровождение конвоев ООН в Ираке и Афганистане Crow Я перечисляю название компаний Обучение личного состава правительственных вооруженных сил полиции и иных сил безопасности Например, в феврале 2002 года 70 сотрудников израильской компании Levidan занималось обучением вооруженных сил Конго Предоставление услуг военных перевозчиков CACI Охрана тюрем в Ираке и Афганистане Titan Corporation Разминирование минных полей и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов Bronco МЭК Бектис Эрмер Групп Минитэдж ЭОДТ Противопожарная система и защита Групп ФОУФАЛК Тыловое обеспечение ВОВСК КИБР Авиаразведка Эрсканс Инкорпоретед Игл Авиэшн Сервис Технологи Вооруженное сопровождение защиты морских судов от пиратов Глобал Марин Секюрити Систем Тренировочные функции в первую очередь отыгрыш противника это ключевая задача частных ВВС на сегодняшний день В чем же преимущество то есть те кто заказывает или структурует частные военные компании в их понимании в чем же их преимущество перед регулярными вооруженными силами Первое самое главное для них их использование не вызывает у населения недовольство которое может вызывать применение регулярных вооруженных сил возвращение груза 200 возрождение группа значит раненых инвалидов это не вызовет социальное напряжение в обществе потому что это частные коммерческие предприятия они государство отправляют то есть это не присяга они могут предоставлять собой противовес местным вооруженным силам в государствах со слабыми политическими институтами они способны к быстрому развертыванию потери личного состава частных военных компаний не учитывается в официальных отчетах правительства более гибкое оперативное управление более высокий профессионализм по сравнению с регулярными войсками однако профессионализм по сравнению с контрактными войсками находится немного под вопросом частные частные военные компания привлекают для выполнения конкретных задач по мере необходимости то есть их все время содержать нет необходимости как содержит например министерство обороны своих солдат между тем за первые 9 месяцев президентства обама мы говорим о периоде обама число вооруженных сотрудников компаний подрядчиков министерства обороны США выросло на 236 процентов с 3184 до 10712 до вывода войск число частных контрактов в Афганистане составляло по разным оценкам от 22 до 30 процентов вооруженных сил США можете представить и это без учета тех кто работал на госдепартамент или на ЦРУ а на ЦРУ в Афганистане в частности работала компания Blackwater о ней мы дальше скажем в 2004 году руководитель временной администрации в Ираке Пол Бремер подписал приказ номер 17 в соответствии с которым контрактики США в том числе сотрудники военных и охранных компаний получали внимание неприкосновенность и они не могли быть привлечены к ответственности за совершенные ими преступления на территории Ирака в соответствии с законодательством Ирака теперь самое главное это мы с вами немного рассказали историю или структуру зарождение и создание частных военных компаний на рубеже второй половины 20-го первой половины 21-го века указали на определенные причинно-следственные задачи почему эти частные военные компании будут востребованы кто за ними стоит и так далее теперь мы перейдем в первой вот этой части значит моего так скажем монолога о самой крупной компании ранее она всем была известна как Blackwater начинаем компания Blackwater она существовала до 2009 года до февраля потом она стала Academy теперь немного нет Academy до января 2011 года она была известна как X-Service LLC до февраля 2009 года она была известна как Blackwater это американское охранное предприятие кстати о книге Blackwater я вчера на телеграм-канале поделился один из авторов значит этой книги он и является основателем компании Blackwater вы можете почитать ознакомиться с их философией с их пониманием с их видением ведения бизнеса в этом секторе Blackwater это американское охранное предприятие то есть частная военная компания она была основана в 1997 году Эликом Принсом и Эллом Кларком предприятие имеет большое количество подразделений дочерных предприятий нынешнее название Academy в настоящее время является одной из крупных или крупнейших частных военных компаний в мире основную прибыль она получает от участия в военных конфликтах около 90% выручки составляют правительственные заказы наемники частных военных компаний участвовали в войне в Афганистане мы говорим о Blackwater предприятие Blackwater было нанято для устранения последствий урагана Катрина в 2005 году также заказчиками являются частные лица нефтедобывающие и страховые компании слово нефтедобывающие имеет большое значение я прошу на него обратить внимание потому что также компания Blackwater работала в Азербайджане тоже государство которое стало добывать нефть и выходить на международный рынок фирма Blackwater United States of America была организована в 1997 году бывшим офицером военно-морского спецназа США морские котики 27-летним Эриком Принсом и тренером по прикладной стрельбе Эллом Кларком как охранная компания которая будет заниматься поддержкой и подготовкой военных и правоохранительных операций Эрик Принс окончил колледж в Хиллстейн и работал стажером в Белом доме Джорджа Буша старшего вот эти фамилии эти имена эти политики очень важно чтобы вы их на них акцентировали свое внимание чтобы вы понимали как работают частные компании как они создаются то есть с чьей подачи с чьей с чего заказа и для определенных выполнения определенных планов политиков то есть мы здесь говорим что Эрик Принс работал у Джорджа Буша старшего то есть это бывший президент США затем окончил военно-морской академии и служил военно-морском спецназе деньги на покупку первого тренировочного центра и создание компании он получил по наследству от отца тогда он купил участок площадью 24 километра на границе штатов Северная Каролина и Вирджиния в этой местности вода в озере имела черный цвет из-за большого количества торфа так как компания и получила свое название Blackwater что в переводе означает черная вода со временем охранная фирма превратилась в настоящую частную военную компанию а сам Принс стал одним из главарей из главных спонсоров простите из главных спонсоров республиканской партии то есть партии Джорджа Буша в 2002 году была создана компания Blockwater Security Consulting сотрудники компании участвовали в войне в Афганистане в этой стране они отвечали за охрану сотрудников американской разведки ЦРУ вы надеюсь понимаете куда ведут нити этой компании сразу после падения режима Саддама Кусейна в 2003 году Blackwater появилась в Ираке как одна из 60 охранных компаний и стала заниматься обучением новых иракских сил вооруженных сил и полиции компания несла охрану сотрудников госдепартамента США в Ираке то есть это компания с высшим уровнем доступа к секретности и естественно называют доступ к телу то есть высокопоставленным лицам а также посольство США в Багдаде в октябре 2007 года Blackwater USA United States of America изменила название USA изменила название компании на Blackwater Worldwide и обнародовала новый логотип представители компании утверждают что такие перемены не связаны а там был скандал когда они провели так скажем была перестрелка между людьми и его называют кровавым расстрелом демонстрации в Багдаде решение об изменении названий и ребрендинги были приняты намного раньше в 2009 году основатель компании Эрик Принс ушел с поста генерального директора и в феврале Blackwater Worldwide официально снилила название на XE а также использовала марку United States Training Center то есть мы с вами видим о том потихоньку как эти компании создаются выполняют определенные свои коммерческие задачи потихоньку повышается уровень их значит загруженности контрактов появляются большие деньги широким спектром работы ну и естественно самое главное меняют людей на более приближенных или на тех людей которые реально управляют внутренним государством в 2013 году Академия Академии заключила с Госдепартаментом США контракт на 92 миллиона долларов на охрану дипломатических миссий со дня создания компании основные управленческие роли до 2 марта 2009 года исполнял сам Эрик Принц создатель компании сейчас занимает пост председателя правления но больше не участвует в повседневной деятельности компании то есть фактически вы сохранили номинально как кофе многие ключевые посты в компании занимали бывшие высокопоставленные чиновники например Кофер Блэк занимавший должность заместителя председателя компании с 2005 по 2008 год с 2002 по 2004 год был координатором государственного департамента Соединенных Штатов Америки по борьбе с терроризмом то есть государственным лицом с 2002 по 2004 год в 2005 году перешло в эту частную военную компанию и поэтому заключила большой контракт с Госдепартаментом США был координатором Госдепартамента США по борьбе с терроризмом а с 2006 по 2008 год теперь внимание был директором контртеррористического центра ЦРУ можете себе представить кто участвовал в этих частных военных компаниях до скандала с контрабандой оружия должность президента компании занимал Гарри Джексон который являлся бывшим офицером морских котиков Роберт Ричард был вице-президентом службы разведки США до конца 2007 года после этого был директором одного из департаментов компании Blackwater вы представьте себе это какие службы это какие так скажем фамилии и как управляются частные военные компании то есть я хочу сказать между государственными специальными службами частной военной компании нет разницы единственное только в разнице одно в одной компании государственной деньги платит налогоплательщик в виде зарплат в другой они сами создают для себя проблему которую решает частная военная компания за счет опять налогоплательщика то есть за счет контрактирования с государством то есть фактически и зарабатывают и опустошают карманы государства ну и в принципе могут позволить себе выполнить те операции которые могут быть по конституции вообще запрещены XE Service управляющая организация преимущественно занималась администрационными функциями основная деятельность была распределена между подразделениями компаний рассматривая структуру этой организации следует учитывать что существует ряд компаний которые не входят в группу но принадлежат Эрику Принсу например компания EEP Aviation LLC названа из-за инициалов хозяина владеет тактическими учебными воздушными средствами а компания Total Intelligence Solutions доходящая в Варлингтоне занимается риск менеджментом и предоставлением различных консультационных услуг подразделение Blackwater Martini Solutions занимается подготовкой служащих военно-морских сил в 2004 году компания проводила подготовку греческих служб безопасности которые должны были обеспечить безопасность во время проведения Олимпиады 2004 года компания также проводила подготовку а теперь внимание азербайджанских и афганских вооруженных сил в случае с азербайджанским это все было связано с нефтедобучей нефтеразработкой дальше мы скажем какая компания там участвовала и почему появился Blackwater моделирование морских боев компаний может проводить на искусственно созданных озерах Blackwater Martini Solutions получила контракт на подготовку внимание моряков ВМС США после атаки на американский корабль USS A-Cole фирма принадлежит фирме принадлежит корабль Маккарту известный корабль Маккарту водоизмещением 995 тонн теперь будем говорить о значит структуре Blackwater Blackwater Security Consulting эта компания была основана в 2001 году штаб-квартира которая находится в городе Мойок Северная Каролина Blackwater Security Consulting является одной из частных охранных фирм которая работала в ходе войны в Ираке именно эта компания представляла защиту должностным лицам и объектам обучала армию и полицию а также занималась поддержкой вооруженных сил коалиции это нужно же понять как можно вооруженные силы как может вооруженные силы поддерживать частная военная компания очень много секретного очень много темного но я так понимаю что они имели высокий уровень или степень значит доступности к секретной информации и в том числе военного государственного назначения ну и естественно она получила в разы больше чем солдаты значит США компания имеет договор с бюро по вопросам дипломатической безопасности и предоставляла услуги по охране дипломатов в Афганистане Ираке Боснии и теперь вопрос в Израиле компания занимается охраной посольств США в Ираке и сейчас тоже компания предлагает свои услуги по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания чрезвычайной помощи пострадавших должностные лица этой компании встречались с губернатором Арнольдом Швастнеггером чтобы обсудить возможность сотрудничества на случай землетрясения это было тогда когда Арнольд Швастнеггер был губернатором и он готовился к кандидатам президента США но наверное мы с вами должны понимать о каких так сказать интересных темах шел разговор за кадром Greystone Limited это частная охранная служба она зарегистрирована в Барбадосе компания осуществляет наем граждан из различных стран через свой фериал Satellite Solutions Incorporated на их сайте указано что они могут предоставить лучших военных со всего мира которые могут вести свою деятельность в любом месте задачи компании могут варьироваться от небольших до крупномасштабных операций требующих большого числа людей для обеспечения безопасности в регионе то есть обратите внимание на они просто могут поставить частную военную армию просто могут свергнуть любое правительство главное был бы заказчик Aviation Worldwide Service эта компания имеет три дочерних компании STI Aviation AirQuest и Presidential Airwise компания была куплена Blackwater в апреле 2003 года штаб-квартира ее находится в Мельбурге Флориде STI Aviation является членом значит мировых авиационных альянсов и занимается техническим обслуживанием ремонта воздушных судов президент Airwise имеет тесные контакты внимания с Министерством обороны США компания принадлежит несколько самолетов Касса 212 и Boeing 767 также владеет вертолетами MD-530 которые часто используют компания во время Иракской войны компания осуществляла воздушные транспортные операции в Афганистане Пакистане Узбекистане и Киргизии 27 ноября 2004 года принадлежащий ПАУ-ВАЙ самолет Касса 212 с бортовым номером Н-960 Б-У потерпел крушение все люди на борту трое военных трое гражданских погибли Родственники некоторых погибших пассажир подали в суд на компании после этого инцидента Другие подразделения компании Blackwater Air Merit Винчел Я почему об этих подробно рассказываю Мы должны понимать что эти компании они будут принимать участие в наших с вами судьбах И эти компании теперь куплены мировыми финансовыми корпорациями Blackrock One Yard State Street И вот Blackwater тоже принадлежит одной из этих мировых корпораций Мы в конце подведем итоги Blackwater Air Merit Винчел конструирует легкую бронетехнику Основное производство 6500 квадратных метров компании находится в Камдене Северная Каролина Одной из работок компании является бронетранспорт Гризли АПЕС разработанный специально для ведения боевых действий в городских условиях United States Training Center тренировочный центр осуществляет подготовку солдат регулярной армии и специальных подразделений То есть мы сейчас должны понимать одну вещь Какие контракты заключаются например между Министерством обороны Украины или Пентагона где обучают украинских специалистов украинских солдат и так далее на каких значит тренировочных центрах это частные деньги это государственные деньги Кто оплачивает это Возможно что это оплачивает например Уангьярд для Украины через Пентагон через эти частные военные компании для обучения украинских солдат И нужно понимать если Уангьярд оплачивает что же она взаимополучит у Украины Подготовителем лагеря в Северной Каролине есть все что нужно для тренировки стрельбище полигоны искусственный водоем и аэродром Blackwater Target System производит оборудование для стрельбища тиров Blackwater Airship конструирует беспилотные летательные аппараты Raven Development Group строительная организация построившая сооружения здания тренировочных комплексов XC Service К-9 основной задачей подразделения является подготовка служебных и боевых собак Вы наверное видели американский голливудский фильм К-9 про полицейского и его собаку так вот это название значит подразделения в Blackwater она занимается выполнением военных подразделениях функций таких как работа в качестве патрульных собак ищеек взрывчатых веществ и наркотиков компания Blackwater играет существенную роль в войне в Ираке как подрядчик правительства Соединенных Штатов В 2003 В 2003 году был подписан первый контракт на предоставление охране главе временной коалиционной администрации Полу Бремеру на сумму в 21 миллион долларов то есть это приблизительно по нынешним ценам 100 миллионов долларов По словам Эрика Принса с 2003 года были убиты 30 сотрудников компании Общие потери Blackwater в Ираке составили 780 человек и эти люди не учитываются в официальной статистике военных потерь США Во время работы в Ираке компании Blackwater неоднократно подозревали в контрабанде оружия Сотрудники XE работали юридически в Ираке по крайней мере до сентября 2009 года Почему часто здесь меняются названия компании Blackwater XE Academy это одна и та же компания только она по определенным внешнеполитическим и внутриамериканским проблематике она производила ребрендинг меняла название своей компании но это одна и та же компания поэтому чтобы вы не путались Blackwater XE Academy это одна и та же компания 24 декабря 2006 года сотрудник компании злоупотребив алкоголем застрелил охранника внимание вице-президента Ирака попав в него из пистолета ГЛОК три раза наемник совершивший этот поступок был уволен из компании и депортирован из страны больше никаких санкций к нему не применялось компания стала печально знаменитой в связи с инцидентом с убийством иракцев в сентябре 2007 года 16 сентября 2007 года сотрудники Blackwater охранявшие дипломатический конвой ГСДП США на центральной площади Багдада устроили перестрелку которая закончилась гибелью 17 и ранением 18 мирных иракцев среди пострадавших были также дети после инцидента компания была лишена лицензии на ведение своей деятельности внимание на одну неделю после иракское правительство инициировало процедуры вывода наемников Blackwater но контракт все равно был возобновлен правительство США после этого инцидента заявило что они не будут продлевать договор с Blackwater а их место на рынке займет другая частная компания Triple Canopy Triple Canopy это частная военная компания которая действует в Ираке основана в 2003 году компания предоставляет широкий спектр служб безопасности как для правительственных так и для корпоративных клиентов Triple Canopy специализируется на консультировании по вопросам безопасности минимизации рисков и управления кризисными ситуациями обратите внимание то есть как я поставлю лица безопасность минимализация рисков управления кризисными ситуациями то есть фактически эта организация управляет государством и заказчиком является значит государство США а работает она на территории другого государства то есть фактически суверенитета другого государства на территории которой работает частная военная компания нету она номинальна ее услуги включают организации личной охраны охрану конвоев службы экстренной медицинской помощи и тактическую подготовку компания участвовала в многих знаковых мероприятиях в Ираде, включая защиту американских военных баз, обеспечение безопасности критической инфраструктуры. Однако она также была критикована за участие в контрверзных операциях, таких как скандал с тюрьмой Абугрей. Компания Блоковая Тор была нанята для ликвидации последствия урагана Катрина. В регионе, пострадавшей от урагана Катрина, было отправлено около 200 сотрудников компании. 164 из них обеспечили охрану государственных объектов. За свои услуги компания получала, внимание, в день 240 тысяч долларов. В пресс-релизе компании XE утверждается, что компания предоставляет воздушные перевозки, услуги по охране, материально-техническое обеспечение войск, транспортные услуги, а также гуманитарную поддержку. Сообщается, что компания помогает в установлении правопорядка в районах стихийных бедствий. Основные прибыли компания получает от участия в военных конфликтах. То есть напрямую участие в войне. А это около 90% выручки компании происходит только из правительственных контрактов или от правительственных контрактов. Основное развитие компания получала во время Иракской войны. XE является одной из пяти компаний, выбранных Министерством обороны США, с которым был подписан пятилетний контракт на поставку оборудования и предоставление услуг по борьбе с наркотиками. Стоимость контракта оценивается в 50 миллиардов долларов. XE имеет контракты с различными иностранными правительствами, в основном о предоставлении услуг по борьбе с наркоторговлей. Также клиентами являются частные лица нефтедобывающей страховой компании. В 2005 году Blackwater проводил обучение азербайджанского военно-морского спецназа. Почему я снова повторяюсь? Дело в том, что именно добыча нефти и газа в морском шельфе Каспия требовала создания условий для обеспечения вот этих нефтяных вышек. Именно компания Blackwater проводила обучение и организовала структурно и профессионально военно-морской спецназ Азербайджана, который сейчас перешел на стандарты турецкого военно-морского спецназа и проходит подготовку в Турции на турецких государственных, значит, полигонах, принадлежащих Министерству обороны Турции. Компания имеет контракт с японскими властями об охране радиолокационных систем. Компания XE Service, как правоприемник Blackwater, имеет достаточно негативную репутацию из-за убийств мирных граждан в Ираке, контрабанги оружия. Члены семей убитых подают в суды иски по поводу введения беспорядочной стрельбы и убийства мирных граждан представителями ЧВК. X-Watch является некоммерческой неправительственной организацией со штаб-квартиры в Северной Каролине. Организация занимается монитором деятельности компании Blackwater с 2007 года. Также наблюдает за деятельностью других частных военных компаний и наемников. С точки зрения прав человека, лоббирования, спекуляции на вопросах войн и конфликт. В сентябре 2007 года была организована первая демонстрация этой организации возле штаб-квартиры Blackwater в Мой-Оке, Северная Каролина. Компания Blackwater недостаточно, неоднократно подозревали в контрабанде оружия. Громким скандалом, произошедшим с охранной фирмой 9 марта 2010 года, стало расследование пропажности американских складов в Афганистане более 500 автоматокалашников и других видов оружия. Предположительно, ответственный за пропажу оружия сотрудник Blackwater подписывал накладные на них изъятия со склада именем персонажа мультфильма «Соус Парк» Эрика Картмана. 16 сентября 2010 года пятерым членом руководства XE, включая исполнительного директора Гарри Джепсона, были предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия. Должностные лица сфальсифицировали документы, таким образом скрыли свой подарок королю Яордании Абделле II в виде 22 единиц оружия, включая 17 автоматов Калашникова, захваченных во время рейда в 2008 году. Теперь переходим к самому главному. К самому важному, чтобы мы сейчас понимали, куда ушел XE, Blackwater, что за компания Academy, и что сейчас где она вообще работает, чем занимается и так далее. С 2014 года присутствующая на Украине частная военная компания, обратите внимание, украинцы, с 2014 года Academy, прежнее название Blackwater, перешла под контроль корпорации Monsanto. Среди компаний, которые рассматривают Украину в качестве большого потенциального рынка сбыта своей продукции, постоянно фигурирует американская корпорация Monsanto. В справочниках она значится как химическая и биотехнологическая компания, специализирующая в области производства ядохимикатов, семян, удобрений и так далее. Monsanto находится под контролем OneYard. По последним данным NASDAQ в мае 2015 года, акционерный капитал Monsanto составлял 49,1 миллиарда долларов. И первую строчку в списке акционеров занимает OneYard Group Incorporated – 3,61 миллиарда долларов. Это 7,1% уставного капитала. Monsanto, кстати, она представлена и в Азербайджане тоже. Monsanto имеет скандальную известность во всем мире. Согласно экспортным оценкам, она уже сегодня контролирует 90% мирового рынка, теперь внимание, господа, трансгенных семян. Монополизация этого рынка сулит корпорации сумасшедшей прибыли. Monsanto активно продвигает свои интересы, используя лоббистский потенциал Государственного департамента США, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации. Я уже не говорю о силовых специальных службах, и в том числе США и Великобритании. Monsanto – это американская транснациональная агрохимическая и сельскохозяйственная биотехнологическая корпорация. Центры бактериологического оружия финансированы в том числе через ЦРУ, имеющая крупнейшую в мире частную военную компанию, превосходящую по своей мощи армии некоторых стран. Это первая часть, она большая, она, может быть, вас утомит, но это первая большая и вводная часть от ЧВК, которая принадлежит Уангья. Поэтому я бы хотел, чтобы вы для себя сделали выводы, получили какую-то информацию, может быть, дополнили, если она у вас была уже изначально. Но мы также должны понимать, что компания «Академия», она через господина Коломойского финансировала частные военные компании в Украине «Тазов» и «Правый сектор». Правда, есть разные информации, что господин Коломойский финансировал из своего бюджета или из, так скажем, полученных прибыль, сотрудничая с компанией «Монсанто» или «Блэк Уотер» или «Лангьярд». Я не знаю. То есть это уже дело разведывательных спецслужб и определенных силовых организаций этих компаний и государств для того, чтобы выяснить, что там законно, что там против закона. Но тот факт, что они с 2014 года, то есть с первого выстрела появились на территории Украины и с первого выстрела появятся на территории любого государства, это однозначно. Они заходят на эту территорию, используя или создавая военные конфликты, заводя туда свои силовые структуры, захватывая рынки сбыта, рынки сырья, рынки природных ресурсов, естественно устанавливая тотальный контроль над логистикой и в конечном счете управляя или избирательной методологией или управляя через политическую элиту этим государством. Это называется поглощение государства с прутом, паутиной, которую мы не видим. Все компании разные имена носят, но у них бенефициары или акционеры, или мама и папа одни и те же. Понимаете? И эта группа корпораций, снова повторюсь, Ван Ярд, Блэк Рок, Сити Стрейд и так далее. Они мир между собой поделили. И они везде друг у друга, учредители, они везде друг у друга являются акционерами. Это одна и та же команда, так называемый гипстейт мирового правительства. А вот это ее инструмент ищу пальца. Захваток контроля управления человечеством и в том числе, значит, ее, так скажем, политическими образованиями, то, что у нас сейчас называется государством. Спасибо. Сейчас, надеюсь, будет продолжение. Оно будет меньше, чем первое. Продолжение второй части, а другой частной военной компании, которая также присутствует на просторах бывшего СНГ и в том числе на Украине или в Украине.